Наверное, все в последнее время слышали фразу «государственно-частное партнерство». Как правило, сразу в голове возникает некая кооперация по восстановлению памятника архитектуры, строительству аэропорта или обустройству полигона по сортировке мусора. Однако это не всегда так. Есть еще одно большое, если не сказать бескрайнее направление, где сотрудничество власти и частных лиц имеет огромные перспективы. Речь как-то не покажется удивительным о благотворительности. Татьяне всегда по жизни было непросто. Уроженке Сибири ей еще в детстве пришлось по состоянию здоровья переехать в Калининскую область, на родину отца. Первый муж рано ушел из жизни. Со вторым супругом тоже не сложилось. Бросил Татьяну, причем не только с двумя детьми от совместного брака, но и оставив свою родную дочь. Однако самая настоящая трагедия случилась рано утром в марте 2019 года. В 6 утра я вышла, открыла двери. У нас вот здесь вот все уже дотяну полыхало. То, что мы не знаем, не понимаем даже, как сгорание вот здесь произошло, среди двора. У меня собачка сгорела здесь заживо. Помог сосед, который совершенно случайно не спал в это время. Он успел не только вызвать пожарных, но и самое главное – спасти семью, которая фактически оказалась в огненной ловушке. Насколько быстро приехали пожарные? Как вы вообще спасались? Мужчина, Игорь, вот он подъехал сюда разгружаться на базу, увидел пожар, пошел снимать на телефон, до угла вот сюда дошел. Сначала подумал, что машина горит, как он объяснил потом. А потом, говорит, телефон выкинул, побежал. Вот он разорвал вот здесь вот железо, разбил нам стекло и вытащил нас с детьми отсюда. Как бы? Сразу же пожарные подскочили, буквально вот минут 15-20. В итоге дом очень серьезно выгорел. Самое главное – крыша. После пожара она практически провалилась. Так что находиться здесь стало совершенно невозможно. Социальные службы, конечно, выделили комнату на пролетарке. Но дети-то учатся рядом с этим домом, который находится на первой улице Трусова. Поэтому Татьяна мечтает поскорее восстановить свое жилье. Чтобы хоть в зале, да можно было всем разместиться. Как говорится, в тесноте не в обиде, потихоньку там остальное как-нибудь уж. Здесь, по крайней мере, мне садик близко, и школа близко, и ребенок здесь хотя бы останется сам. Старший. Как бы до четырех учится, а Вика до двенадцати. Вот здесь вот в пяти минутах ходьбы. А двор пролетарки, сами понимаете, девятилетняя девочка будет сюда-сюда бегать. И в самих казармах оставлять страшно. Когда представитель некой частной фирмы объявил стоимость ремонта крыши полтора миллиона рублей, у Татьяны опустились руки. В городской социальной службе посоветовали обратиться в благотворительный фонд «Константа». Благотворительный фонд «Константа» создан в июне 2011 года. Основная деятельность направлена на оказание комплексной помощи семьям, которые оказались в кризисной ситуации. Также в фокусе внимания – выпускники детдомов. Ведь главный приоритет работы – именно дети. Благотворительный фонд «Константа» начинал какими-то маленькими шагами. С первых заявок, когда обращались семьи, центры социального обслуживания, органы на опеке, для того, чтобы помочь одной, второй, третьей семье. Сегодня количество семей, которым фонд помогает, переваливает за количество 300, по разовой помощи 400 семей. И это уже становится, в общем, заметным явлением. Более того, за это время это стало заметно не только в самом районе. К опыту этого фонда обращаются организации из других регионов. Руководство фонда «Константа» убеждено – дети должны расти в семье. Если она переживает трудности, то важно помочь родителям, чтобы сохранить ячейку общества. Это особенно важно в нынешних условиях, когда по статистике распадается каждый второй брак. И еще в 2012 году президент фонда «Константа» Константин Шитов обратил внимание на один важный момент. Реальный прогресс в решении проблем детского сиротства возможен только при условии объединения усилий государства и общественников. Это общемировая тенденция, отмечает один из социальных инвесторов фонда. По всем правильным прогнозам считается, что социальной помощью должны заниматься общественные организации, а не государственные структуры. А государство должно финансировать. Во-первых, потому что общественные организации выбрали для себя служение, работать в социальной сфере. То, конечно, когда мы что-то выбираем сами, мы это делаем лучше, мы это делаем с душой, нам это интересно. И более активно, потому что НКО, как и коммерческие организации, они постоянно думают, в принципе, об эффективности. Они ищут, как лучше работать, каких людей нанять, каких уволить. И вот, в принципе, сейчас движение и в мире, и в России тоже постепенно начинается, чтобы функции социальной ответственности, социального служения передавать в общественные организации. Речь о единой и слаженной работе органов государственной власти и некоммерческих организаций. Руководству фонда «Константа» удалось добиться, что уже в 2012 году с правительством Тверской области было подписано соглашение об оказании помощи нуждающимся семьям с детьми. По сути, была воплощена в жизнь одна из идей президента Владимира Путина, согласно которой необходимо объединение самых разных структур ради совместной работы в интересах каждого ребенка. С Министерством социальной защиты у нас есть контракт, подписанное соглашение. И, конечно, мы один из немногих фондов, которые сотрудничают непосредственно с государством, и они к нам обращаются за помощью какой-то конкретной семьи. Дальше мы уже в комплексе решаем вопросы семьи. Это может быть материальные ресурсы, психологическая помощь, юридическая помощь, помощь в лечении от алкогольной зависимости и так далее. Это именно сотрудничество, отмечает Анастасия Кульпетова. У нас есть те ресурсы, которых нет у чиновников, зато у них имеются официальные полномочия по контролю и сопровождению семью, говорит Анастасия. Причем такую работу фонд наладил не только с областными властями. В Ржевском районе очень хорошо налажена сейчас система взаимодействия с администрацией Ржевского района и Ржевского города. Да, сейчас стали подключать, конечно, активно, при помощи президентского гранта это тоже очень повлияло, потому что без них тоже никуда. У них тоже есть дополнительные средства, ресурсы. Семьи – это главный акцент работы фонда. Да, поначалу здесь тоже начинали с финансовой помощи конкретным учреждениям. Например, отремонтировали детский дом в Торжке. Однако в Константе быстро сообразили, что надо действовать на опережение. Помогать сиротам, например, находя им приемных родителей – это, конечно, важно. Но еще лучше делать все для предотвращения таких ситуаций. Анастасия Кульпетова рассказывает, что к такому выводу в фонде пришли после посещения приютов и интернатов. Там, общаясь с ребятами, смотря на ситуацию детей, которые находятся в учреждении, мы понимали, что ничто не заменит им семью. Никакие волонтеры, ни игрушки. Дети всегда будут хотеть к семье. Все в конце, когда мы уже с ними хорошо подружились и были уже любимыми их волонтерами, они спрашивали, когда вы приедете с родителями, когда вы меня заберете домой. И, конечно, история о том, что детям они не должны жить в этих учреждениях, должны быть в родных либо в замещающих семьях. Мы стали развивать программу «Параллели». Это мы отдавали этих семей в замещающие семьи. Но от этого детей меньше не становилось. Мы понимали, что надо работать на территории, на профилактику, именно чтобы дети не попадали в эти учреждения даже временно. Поэтому акцент сделали на работу с семьями, где только начинают накапливаться проблемы из-за бедности, алкоголизма. Либо просто, когда один из супругов решил уйти. Как правило, это клубок проблем, которые накапливаются годами. Это не так, что сегодня случилась беда какая-то. Бывают пожары. Это понятно, что это экстренная помощь семьям, у которых сгорел дом. Но, в принципе, наши семьи более комплексные и сложные, потому что кто-то потерял работу. Бывает, что папа ушел в запой, допустим. И нужно помогать именно лечением алкогольной зависимости, в помощи, сопровождении этого человека. Бывает, что мама ушла в декрет, многодетная семья, и не хватает тех выплат, которых есть. Конечно, нет работы на селе, нет возможности подрабатывать, зарабатывать. И нет детских садов, куда можно отдать ребенка. В фонде отмечают парадоксальный, казалось бы, факт. Такое радостное событие, как рождение ребенка, сейчас нередко становится катализатором для развода. Учитывая перманентный экономический кризис, появление малыша зачастую ухудшает материальное положение семьи. Один из родителей, а то и оба, оказывается не готовы к такому повороту дел. В итоге начинаются конфликты, проблемы с алкоголем. Помочь предотвратить разводы – и есть главная задача благотворительного фонда «Константа». Практика показала работу за 8 лет, что когда в семью приходит человек, протягивая руку помощи, и за благими целями, намерениями помочь семье, договаривается с семьей, подписывает соглашения, семья знает, какие она будет выполнять функции, фонд выполняет функции, социальная защита выполняет дополнительные функции. У семьи появляется дополнительная мотивация, они возвращаются к нормальной, полноценной жизни. Всего на данный момент в результате работы фонда «Константа» в Тверской области более 3400 детей остались в родной семье, то есть не попали в приюты, интернаты и детдома. Кроме того, 51 ребенок вернулся из социальных учреждений к своим родственникам. Семьи, которым фонд оказывает помощь, выбираются по разным критериям. Очень часто это женщины, которые по тем или иным жизненным обстоятельствам остались одни с детьми на руках. Как, например, Надежда. Четверых сыновей она растит самостоятельно. Давно хотела сделать для них просторную комнату в своем доме. Однако не хватало ни денег, ни сил. Благодаря помощи фонда «Константа» мальчикам теперь есть где делать уроки и просто играть. Диана, Влад, Ярослав, Милана и Денис оказались в доме ребенка и социально-реабилитационном центре после того, как предприятие, где работала мама, закрылось, и семья лишилась дохода. Если раньше небольшой зарплаты хватало на еду, одежду и мизерные накопления для ремонта, то теперь денег не стало совсем. Между тем, в доме окна пришли в полную негодность. Чтобы дети не голодали и не мерзли, Анастасия приняла тяжкое решение – отдать их в социальные учреждения. В итоге фонд «Константа» помог собрать необходимую для покупки новых стеклопакетов сумму – 70 тысяч рублей. Таким образом, состоялось долгожданное воссоединение семьи. Олеся после того, как у мужа прямо на работе случился сердечный приступ, осталась одна с четырьмя детьми. При этом в доме были большие проблемы с печью и колодцем. Фонд «Константа» организовал сбор необходимых денег на стройматериалы и на оплату работы. Теперь здесь всегда тепло и есть чистая вода. И так повсюду. Где-то помогли с трудоустройством, где-то отремонтировали жилье, а где-то оказали помощь с приездом. В этом году у нас был случай, когда мы переселили семью из сельской местности, и при помощи материнского капитала фонд добавил небольшую сумму денежную. И нам удалось купить квартиру в районе, где ребенок с отклонениями может учиться в обычной школе. Это, конечно, колоссальный результат. И еще одно важное направление – борьба за сохранение семьи. В результате работы фонда общая численность детей, у которых лишены или ограничены в правах оба либо единственный родитель, в Тверской области постоянно сокращается. В 2016 году эта цифра составила 427 детей, в 2017 – 455, а в 2018 – 344. То есть за два года 83 ребенка сохранили право на воспитание в семье своими родителями. Отдельно стоит отметить такое важное направление работы фонда, как помощь в поиске приемных родителей. Благодаря Константе 94 юных жителей Тверской области обрели новую семью. Это тяжелая и кропотливая работа, отмечает Илья Зибарев. Для этого нужно, а, обеспечить семью психологической поддержкой, потому что это сложно. Надо подобрать правильную семью под каждого конкретного ребенка. Потом саму семью поддерживать на протяжении длительного времени. Но эффект колоссальный. Эти дети станут полноценными, нормальными членами общества, легко войдут во взрослую жизнь. У них появится семья и друзья, которые необходимы. Ну, как у нас всех же есть друзья. Мы кому-то звоним, спрашиваем. То же самое здесь. Среди них, конечно же, особняком стоит семья Косяковских. На данный момент они в общей сложности воспитали, поставили на ноги и вывели в люди 32 ребенка. Сам Эдуард Ричардович, который стал лауреатом премии «Легенды Верхневолжья», явно скромничает, говоря, что ничего сверхсложного здесь нет. Я бы не сказал, что есть какие-то сложности. Семья есть семья, дети есть дети. Такие же самые, как все остальные. Больше поведенческие черты характера у каждого ребенка свои. Не знаю, у нас таких сложностей не возникает. Естественно, когда подростковый период начинается, это у всех сложности, это что в кроссовом, что в приемных семьях одинаково. Ну, как-то справляемся, боремся с какими-то негативными проявлениями. Надо еще понимать, откуда наши дети взялись и в каком бреду они сделаны. Поэтому там определенные сложности возникают. Ну, со всем этим можно справляться. Ярким подтверждением правильности, успешности работы Константы стало получение президентского гранта за реализацию проекта «Ребенок в семье». Его итоги Благодворительный фонд подвел на специальном мероприятии, который прошел в киноконцертном зале «Панорама». Проект «Ребенок в семье» признали лучшим почти из 10 тысяч инициатив, представленных на конкурс. Для участия в нем было отобрано 245 семей, в которых воспитывается 755 детей. Грант получен на 5 миллионов 463 тысячи. Вот мы сейчас 29 ноября успешно его закончили. В чем была суть гранта? Мы развивали проект в сельских районах и в сельской местности. Грант нам дал ресурсы на сотрудников. Мы взяли 6 кураторов на территории Тверской области. Мы условно разделили Тверскую область на 6, мы их назвали, мини-зон, где в каждой зоне был куратор, и у него были свои районы, которые он курировал те семьи. Конечно, у нас никогда таких результатов не было. Конечно, ресурсы гранта, именно поддержки фондов на те ресурсы финансовые, которые нам невозможно найти, на эти деньги, на сотрудников, на специалистов, на ту же рекламу, на сопровождение, на психологов. Это было очень большое подспорье для фонда. Что касается естественного вопроса, кто же эти благотворители, которые перечисляют свои деньги в фонд, то это разные люди отвечают в константе. Бизнесмены, бывают простые горожане, вот недавно рассказывали, когда просто человек пришел, принес в фонд некоторую сумму, кто-то приносит подарки, кто-то приносит еду, работает склад, который тоже благотворительный принимает. Они считают, что тоже могут в этом принимать участие. В этом отличие принципиальное общество гражданского от общества такого потребления, что гражданское общество говорит, мы тоже что-то можем, и мы будем влиять. Более того, мы можем придумывать способы, как влиять более эффективно, более гибко, более направленно на интересы детей. Один из меценатов – столичный предприниматель Илья Зибарев. Попечитель фонда Константина Хабенского он как-то по радио услышал про константу, направление работы которой ему очень понравилось. Глобально таких хороших региональных фондов, в принципе, очень мало в стране. И вот тут, когда ты видишь, что в Твери создан фонд, который совершенно грамотно организовал работу, когда органы опеки выявляют сложности и не прессуют в семью, а сразу идут в фонд и говорят, смотрите, вот мы нашли, мы проверили, помогите. И фонд знает, как точно и хорошо организовать помощь. Тут важно, что фонд не дает деньги, он сам контролирует процесс сборки печи новой, прокладки новых линий электричества. Мы, ну и другая помощь, которая необходима семьям или там одиноким матерям, потому что много одиноких матерей. Сначала я говорю, как печь стоит там 170 тысяч, а действительно 170 тысяч. Я понимаю, что как семья, она работы нет, газа нет, никуда вот тут вообще не справиться без помощи людей, ну никак. Вот, поэтому мы в том числе там с друзьями собираем где-то раз или два раза в год, собираем такую газель добра, собираем много продуктов, отвозим фонд Константа, фонд Константа распределяет по семьям. Вот, поэтому вот эта сама программа и перспектива, которую говорил этот президент фонда Константин, тоже мне очень близки. По словам господина Зибарева, об успехах Константы уже хорошо наслышаны даже на федеральном уровне. Даже в Москве, когда мы там, недавно была встреча с Голодец, кстати, была встреча в епархии, если вы заметили сейчас, уже патриарх часто говорит о социальном служении, вот Константу мы уже приводим как пример. Вот, мне кажется, Константа в этом плане двигается абсолютно четко, и дай бог ей, конечно, процветание, чтобы она и в другие регионы свой опыт принесла. Возможно, так оно и будет. Но пока у Константы полно работы и в Тверской области. Например, ее сотрудники помогают бывшей жительнице Украины Альне. У Рыженко Крыма, она, расставшись с мужем, который жил под Черниговом, снова вернулась на полуостров. На момент референдума Алла там и жила, и работала, но до сих пор не имеет русского гражданства. Потому что им не хватило фактов на момент референдума, что я находилась там. Я работала не официально, не по трудовой, поэтому им мало было фактов на суде. В Верховном, в Абиболиационном все отказали. Оказавшись в Твери, она хватается за любую работу. Однако мать-одиночку мало где берут. Тем более с ребенком, которого из-за отсутствия регистрации не принимают в детский сад. Не ходит ребенок, потому что мы пошли, нам везде отказано в садах. Потому что у нас нет ни регистрации, документы. Не легализовались мы еще здесь. Поэтому так. Вы работаете где-нибудь? Ну я квартиру, уборки квартиры. Но у меня есть женщины постоянные. Лиля, две Кати. Вот я у них убираю. Малыш где все это время? Со мной находится. Там же. В итоге благотворительный фонд Константа не только помогает Али с жильем, продуктами и вещами, но и с оформлением гражданства. В планах юридическая поддержка с получением жилья в Крыму. Женщина имеет на это полное право, так как воспитывалась в одном из детдомов полуострова. Нет сомнений, что у сотрудников Константы и это тоже получится. Как получается, все, за что бы они ни брались. Потому что люди здесь подходят ко всему профессионально. А самое главное, с душой.